МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорожные работы нацелены завершить к 15 сентября. Одновременно с укладкой асфальтового покрытия начнут прокладывать систему водоотвода. По словам самих жителей, до начала ремонтных работ усилия приходилось объединять буквально для похода за хлебом. Большинство собственников в первом доме по улице Советской – люди пожилые. Есть и инвалиды. Путевые трудности придомовое озеро вызывало даже у молодежи. Оказываясь, внутри дома вода заливала первые этажи здания и систематически разрушала систему учета электроэнергии. Общий щит у нас на весь дом находится на втором этаже. И он уже неоднократно дымился, потом загорелся. Мы вызывали аварийку. Они приехали и сказали, что вызывайте нас в последний раз. Там все уже сгорело, даже металл сам начал сыпаться. И поэтому решайте вопрос по замене. По закону, приборы учета считаются собственностью многоквартирного дома. А это значит, что обслуживаться и ремонтироваться они должны собственниками жилья. Помощь по замене электрощитков предложили в Ульяновске «Энерго». Но работа под ключ даже в рассрочку оказалась финансово непосильной. По мнению общественников, электроприборы в такое состояние привело ничто иное, как попустительство со стороны самих граждан. Непосредственная форма управления домом не предусматривает контроль за состоянием зданий и придомовой территории. Проблемы с электричеством усугубляют даже разросшийся во дворе тополь. Падущие ветки обрывают линии электропередач. При данной форме управления управляющая компания не несет практически никакой ответственности. Уже подали в управление окружающей среды на разрешение, на обрезку данного дерева. Мы ждем разрешения. Экологи должны со дня на день выехать на место, обследовать. Можно ли срезать сейчас или нет. На данный момент срезать нельзя, я сразу скажу, потому что только это в осенний период. Глобальное решение проблемных вопросов в перспективе развития предложили в общественной палате города. Уже существующие неполадки устранять начали сразу же после обращения граждан. Буквально на следующий день по улице Советской заменили осветительные приборы. Спустя продолжительное время придомовая территория стала доступна для передвижения в темное время суток. Все-таки ответственность жителей никто не отменял. Потому что можно обращаться в администрацию, можно обращаться еще в другие органы. Но их гражданскую ответственность тоже никто не отменял. Поэтому им предложили создать ТОС, чтобы они участвовали в конкурсах, программах. Потому что дорогу сделают, но за ней тоже надо ухаживать. Если сделают ливневку, ее тоже надо очищать. Почему бы жителям тоже не помогать, допустим, так же администрация. Потому что совместно можно, только совместно можно решить вот эти проблемы. Граждане инициативу поддержали. Говорят, молодежи в рядах активистов не хватает. Но глядя на успехи соседних общественных самоуправлений, решили в долгий ящик работу не откладывать. Пока еще небольшая группа неравнодушных жильцов привлекать к благоустройству соседей решила уже конкретными результатами. В дальнейшем у нас данная группа получит всю необходимую конституционную методическую помощь. Контакт-центр предоставления города по созданию. Будут предоставлены необходимые образцы документов по созданию ТОС. И, соответственно, мы будем сопровождать их с самого начала и до завершения именно процедуры создания. И в дальнейшем тоже самое по деятельности будем сопровождать. На урегулирование юридических тонкостей образование ТОСа уйдет порядка трех месяцев. Планы у актива двора уже грандиозные. На текущих изменениях останавливаться не планируют. В перспективе запланировали привлечь в село аптечный пункт и аппараты выдачи и приема денег. Яна Федорищева, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok